Всем здрасте, с вами я Настя и это мой новый обзор на фенечки. Перед вами сейчас находится космос. Это естественно не настоящий космос, это всего лишь моя коробка для фенечек. Я ее обклеила космосом. Как видите, это уже не та коробка, что была в начале лета. Фенчик стала больше и мне понадобилась большая коробка. Открываем. Все здесь выглядит вот так вот. Тут все мои фенечки, которые у меня есть. Помимо фенечек у меня здесь лежит пакетик с кофе, чтобы все пахло кофе, как я люблю. Потом, как вы уже помните, дерганцы и моя съемная росточка. А также здесь лежит вот такой вот браслетик, типа фенечки. Но в чем прикол, это не сплетенная фенечка, как обычно, а именно связанная. То есть, связанный браслетик, я вяжу себе плед. И мне понравился, так сказать, узор. И поэтому я решила себе сделать такой браслетик. Все у меня здесь выглядит вот так вот. Давайте уже начнем обогревать мои фенечки. Все фенечки я буду показывать рандомно. О новых фенечках я буду рассказывать больше, о старых меньше. Так что давайте приступим. Первая фенечка, которая у меня попадается, это вот такая вот улитка. Очень милая фенечка. Она была сплетена одной девочке на фенекослет, но поскольку фенекослет не состоялся, то фенекослет хранится у меня. Она мне очень-очень нравится. Фон по цветам. Этот мультикалор очень подошел под эту улитку. Ну или наоборот. Фон это пряжа Yarn Art. Она довольно тонкая. Я смешивала ее с мулине. Вот. Тут можно увидеть, насколько она тонкая. По изнанке видно. Поэтому вот эта вот часть, она немножечко кривит. Но, тем не менее, мне эта фенечка очень нравится. Она очень классная и очень милая. Следующая фенечка тоже, которая плелась на фенекослет или как уже другой девочке. Вот такая вот фенечка с миленькой лисичкой. Я ее обвышивала, потому что белой было плохо видно и пришлось обшить. Но нет, чтобы сначала доплести всю фенечку. Нет, я осталась где-то вот здесь вот. Начала обшивать. Случайно пришила фоновую нитку. Вот эту вот. И поэтому здесь начала кривить. Фоновая нить, это, кстати, пряжа Alisa Forever Melange. Очень, ну, любимый мой мультикалор, который у меня просто очень много. Поэтому, ну, поэтому я много трачу. Наверное, так. Следующая фенечка вот такая вот тоже из этой серии. Такой вот пингвиненок. Такая его уже была для себя. Это было летом. Ну, сейчас лето, последний день, конечно. Но это именно где-то в середине было. Вот такой вот классный пингвин. Фоновая нитка. Это пряжа Yonard Gold, кажется. Пингвинчик сделан, выплетен на мулине. Вот такая вот здесь аккуратная изнанка. Кстати, пряжа неоновая. Если вы, ну, если вам не видно, просто я ее уже носила и стирала. Поэтому, может быть, немного не видно. Следующая фенечка, это мой первый мохнатик с надписью BOOKS. Он сделан из обрезков с фенечки конфетки. Неоновая пряжа мне пришла от Наташи. И я сначала хотела просто мохнатик сделать, а потом придумала, типа, ну, что так просто делать. Можно что-то выплести. И выплетела надпись BOOKS. Выплела. Здесь вот такая вот изнаночка. И сейчас мне не очень понравилось делать мохнатики. Они делаются долго. Бахрома плюс у меня вышла неровная. И на руке оно просто все загибается и не очень. Поэтому, думаю, это мой первый и последний. Да, кстати, вот эта конфетка. Она с черепашками из этой неоновой пряжи. Она на меня большая, потому что мне надо было сделать 6 конфеток, а я сделала 7. Поэтому она теперь на меня большая. Здесь завязки рыбьихвостики. И все. Все, что могу сказать. Потом моя первая фенечка мне попадается. Моя первая классика. Вообще. Но, если честно, она... Это был первый шаг моей всей этой коллекции фенечек, которые у меня на данный момент есть. Потом вот такая вот фенечка с сердечками косового плетения. Тут бусинка мне захотелось вставить. Здесь выглядит изнанка вот так вот. Небольшая дырка там, где бусинка. Такая вот фенечка. Мой первый гейзер в моих любимых цветах. Потом фенечка чешуйки косового плетения. В моих любимых цветах. Точнее, в голубом цвете это мой любимый, как вы уже знаете, думаю. И он просто офигительно здесь. Сочетание просто суперское, я имею ввиду. С красным. Просто... Просто жесть, как классно. Тут первая моя внутренняя конфетка. Я поняла это... Я поняла, как ее делать по фотоуроку. Очень понятный был. Просто суперский. Я не знала поначалу, что буду делать внутреннюю конфетку. Поэтому петельку я сделала недостаточно большой. Поэтому здесь немножко вот так вот сгибается. Здесь рыбьи хвостики. Вот такие вот классные. Потом фенечку, которую я спрела довольно-таки давно, но вы ее не видели. Потому что это был сюрприз, типа подарок. Все-таки встреча... Не смогла я отдать этот подарок, поэтому он у меня лежит. Вот тут вот такая вот подвеска в виде перышка, которая мне пришла по почте. Потом моя фенечка бананчики. Или бананы. Здесь мой самодельный мультикалор. Который... Из-за него немножко сливаются бананы. То есть все сливается из-за него немного. Дальше фенечка, которую я спрела в конце где-то мая. Где-то так. Она просто в шикарных цветах. Мне очень нравится. Она косово плетение. Да, как я уже говорю, цвета тут просто зашибезные. Такая вот малютка, на которой я тренировала плести по секторам. Да, в моих тоже любимых цветах. Фенечка, которая где-то тоже в конце мая спрела. Вот такие усы. Тут вот такая вот пряжа с люрексом за фон взята. И вот такая вот просто суперская изнанка, которая мне очень нравится. Потом вот такая вот дырявая классика, как я ее называю. Потому что я не помню нормального названия. Она сделана в цветах радуги. И она мне очень-очень этим нравится. Да, фокусили все штыки. Не было еще такого видео, где я не кричала на фокус. Ну, может быть и было. Не знаю. Потом вот такая вот фенечка перевертыш. В моем любимом цвете тоже. С синим меланжем. С такой вот классной подвеской с овушкой. И я по ней снимала видео урок. Только не по самому перевертышу, а по как вплетать в прямое плетение подвеску. Если вам интересно, посмотрите. Потом моя огненная кумихима. Она на пуговичке. Это, наверное, самая ровная кумихима, которая у меня есть. И вообще у меня немного осталось кумихимы. Потому что я многих подарила. Потом следующая фенечка. Вот такие вот печенюшки. Я давно ее хотела. Даже обменялась на нее. Но фенечка мне так и не дошла. Почта съела письмо, так сказать. За фон взят опять мой любимый мультикалор. Алиса Форевер Меланж. Такой вот классный он. Самое смешное, что я ее погладила. И она стала вот здесь вот кривить. Угу, норма. Потом фенечка. Одна из моих начинаний Эминэм. Первая, я думаю, петелькой. Я просто не помню. Потом вот такая вот фенечка по моей любимой схеме теперь. И нет-нет, мне не было лень ее доплетать. Просто у девочки маленький обхват. Да, это, как вы уже поняли, подарок. Девочки с ником Бельчонок. Поэтому эта фенечка сделана в таких лесных цветах. Она мне напоминает лес, орешки, фисташки. Такое. Поэтому это ей подарок. Вот такая вот фенечка. Тоже малютка. С собачками и с первой пробой Металлика. И с вот такой вот суперской подвеской. Потом из вот этой вот же серии с маленькими животными. Вот такая вот черепашка с мультикалором. Вот я ее обшила, потому что она очень сильно сливалась. Тут вот такая вот аккуратная изнанка. Ну, более-менее аккуратная. Да, она очень теплая. Очень сильно согревается. Это просто класс. Такая вот зимняя фенечка. Хотя по цветам даже не скажу, что зимняя. Но я думаю, вы поняли, почему зимняя, да? Потом вот такая вот моя креативная-самая такая удачливая. Удачная фенечка. Не потому что она там самая красивая или еще что-то. Потому что здесь написано «Удача». Еще четыре-четырехлистных клевера. Поэтому это просто фенечка удачи какая-то. Здесь вот такая вот суперская изнанка. Она мне нравится. Завязки здесь рыбьихвостики. Да, и здесь она вот такими вот конфетками начата и закончена. Необычными, типа. Ну, поэтому она и самая креативная. Потом моя кумихима, которая сплела от скуки летом. Оно сплетено из мультиколоровой пряжи. Восемь ниток в ней, в нем. В кумихима, да. Потом вот такая вот малютка сплетена по уроку «Баяк в релью». Кто не понял, это сердечко. Потом такая вот малютка с ниткой, с мотком мулине, да. Это моточек мулине. Здесь, по сути, должен был быть... Точнее, здесь есть зеленый меланж, но он тут какой-то более такой голубой. Не знаю даже. Как-то так. Потом вот такая вот финишка, которую я использую больше как закладку, потому что он как финишка на мне, ну, не очень нравится. Мой радужный гейзер. Я его очень люблю, он просто суперский. Суперский. Вот такая вот финишка-молния. Вот так вот. Она на пуговке. Вот такой вот, так сказать, креативный, необычный гейзер. Он, так сказать, огонь и вода мне напоминает. Огонь и воду, точнее. И напоминает чем-то мультик-аватар. Мультик, аниме, даже не знаю, как это правильно назвать. Но напоминает. Вот такая вот лесенка в моих любимых цветах. Вот такая вот фенька, которая мне пришла по почте недоплётышем. Я её доплела. Двойной гейзер в зелёных цветах. И тут вот такая вот подвесочка. Это я её уже вставляла. Точнее, вплетала. По-моему, она здесь подходит идеально. Потом вот такая вот тоже огненно-водяная фенечка. То есть огонь и вода. Она очень подходит к этой фенечке. Эту феньку, если прийти по секторам, то она очень напоминает классику. И быстро плетётся. По-моему, это здорово. Потом вот такая вот фенечка прямого плетения. Это первая моя фенечка прямого плетения. Такая пандочка. Она ещё кривит так сильно довольно. Ну, для первой, по-моему, не так что и плохо. Потом вот такой вот гейзер. И мне действительно есть... Мне действительно есть, что про него рассказать. Потому что большей части фенечек, которые я сплела за лето, мне нечего рассказать. Потому что я сначала начинаю днём, например, плести феньку. И где-то на следующий день я её заканчиваю. И начинаю сразу новую. Хотя за это лето... За день сплела три фенечки. Был такой момент. Это было круто. Ну так вот. Я плела гейзер. Большой такой. В 28, кажется, ниток. И... Себе плела, да. И потом тётя попросила, я ей подарила. И чтобы не оставаться, так сказать, без гейзера, я сплела вот эту вот малютку в одном из любимых моих сочетаний цветов. По-моему, получился я просто суперский. Здесь я заменяла нитки. Вот такая... Вот такой вот гейзер. Вот такая вот фенечка косового плетения. Потом вот такой вот кот. Аминека. Плетеная Аминеку. Кстати, кот выплетен тоже мультикалором Alice Forever Melange. Да, тоже есть небольшая история этого кота. Потому что он должен был полностью быть. Но я посмотрела, у меня некоторые рисунки, они просто, так сказать, вытягиваются. И поэтому он бы просто не влез. Полностью я очень расстроилась. Там бабушка сказала, типа, что ты расстраиваешься, ничего ж такого, сделай голову, зачем тебе то тело? И я такая, ну ок, сделаю голову, сделала голову. И вот вся фенька в основном. Хотя, думаю, переплести по той схеме, только уже, чтобы полностью кот влез и как-то не начал вытягиваться, так сказать. Тут одна косичка. Это специальная. Хотя я просто попробовать как-то можно с одной косичкой и с петелькой. Эту феньку вы уже видели в прошлом обзоре. Такая вот фенечка с мультикалором. Кстати, я заметила, что вот этот вот мультикалор, он в косом плетении не очень, а вот в прямом он просто суперский. Этот же мультикалор Ярн Арт, вот этот вот, который с улиткой. Потом фенечка Just Do It, просто сделай это. Вот такая вот фенька. Потом мой коврик. Начинание тоже. Я люблю его называть, а точнее называю Джефф-убийцей до того, как он стал Джеффом-убийцей, потому что мне так нравится. Такой вот большой, я его очень-очень люблю. Такая вот аккуратненькая изнаночка. Ну, вместо... Только здесь неаккуратно немножко. Но так все нормально. Вот, он суперский. Потом вот такая вот стрелочка косого плетения. Ну, я называю это стрелочкой, потому что очень похоже. Здесь мои любимые цвета. Голубой и зеленый. Потом вот такая вот фенька, которую вы видели не доплетом. Я очень сначала не хотела ее доплетать, потому что тут все сливалось, эти два меланжи. Кстати, меланжи от Гаммы. И вот... Потом я начала доплетать ее. Потом мне пришла гениальная идея в голову. Типа, можно же оплести. И я действительно оплела. И все вышло просто суперски. Это стала моя любимая фенечка. Мало того, это стала моя любимая схема. И вот так вот я уже сплела по ней три раза. И плету четвертый. Вот, кстати, второй раз я плела по этой схеме. Мои любимые цвета. Тут вот такая вот петелька, которая уже вытянулась, потому что я долго носила, только сегодня сняла для обзора. И вот такая вот изнанка. Кстати, тут классная изнанка. У этих фенечков тоже нравится. Вот такая вот фенечка, которая тоже с мультикалором Alice Forever Melange. В сочетании с черным этот мультикалор дает такую видимость, как будто космос. Действительно, как-то космически выходит. И это, по-моему, просто суперски. Потом фенечка, которую вы тоже видели недоплетом, и которая вышла очень суперски. Это вот глазки Куроку. Я ее наконец-то доплела, да. Самое смешное, что мне там оставалось два ряда каких-то несчастных. Я эти два ряда два дня мучила, блин. Это был очень смешной момент. Вот такая вот суперская фенечка, хотя вот здесь порвалась нитка основы, и вышло все как-то вот так неаккуратно. Один глаз больше другого, и да, на будущее. Тут не криво вышло, он просто, знаете, так под наклоном, типа, голова была. Я же делала схему эту. Поэтому вот так вот. Изнанка не самая аккуратная, но, по-моему, нормально. Короче, мне нравится эта фенечка, но я ее не ношу, потому что, ну, скажите, что это? Вот на руке именно выглядит вот так вот. Поэтому это больше мне идет как закладка. Я ее использую точнее. Потом вот эта вот фенечка тоже с мультикалором Alice Forever Melange. Вот такая вот изнаночка. Мне не очень нравится эта схема, но, опять-таки, после того, как я вставила этот мультикалор, она вышла тоже такой космической, космической и была тоже любимой. Не была, точнее, я ее много носила. Мне она очень нравилась. И вот такой вот необычный гейзер. Это он остался в моей коробке последним. Нравилось мне, точнее, этим летом. Плести маленькие гейзера, такие необычные. Вот тут огонь и вода. Вот такой вот. По-моему, они прикольные. И еще одна фенечка, которая у меня сейчас на руке. Она единственная фенечка, которая у меня сейчас на руке из моих. Вот такая вот фенечка с мультикалорным шнуром, по идее, енота. Тут вот такая вот пуговка, которую мне бабушка подарила. Я ее не сняла, потому что она очень туго снимается. Она такая немного неоновая фень. И она мне оооочень нравится. Да, это не все фенечки, которые я спила за лето, кстати. Некоторые я подарила, поэтому фотографии я вставлю в конце видео. И вы сможете посмотреть на них. А сейчас я хочу посчитать, сколько у меня было фенечек. Точнее, сколько фенечек я спила за лето, которые у меня есть. И сколько у меня всего сейчас фенечек. Вернусь через пару секунд. 23 фенечки я спила за лето. Это которые у меня есть. Еще я, как говорила, вставлю картинки, точнее фотографии этих фенечек, которые я раздарила. И вы посчитайте, сколько вообще было фенечек. Точнее, вообще сколько я спила. И в общей сумме у меня сейчас моих фенечек 48 штук. Две фенечки не хватает до 50. Но, ой, я нашла еще одну фенечку. О, 49 уходит теперь. Такого где-то. 4 нитки. И вот, у меня теперь 49 фенечек. У меня их стало намного больше за все лето. Не знаю, для вас это много, что я спила 23 фенечек, или для вас это мало. Для меня это много довольно-таки. Но я знаю, могла бы и больше сплести. Но пока что все круто. Я буду еще плести, потому что этих фенечек мне мало. Знаете, вроде бы такое ощущение, что их много, а если посмотреть, то вообще ничего. Угу, конечно. У некоторых людей этого нету, а я такая, угу. Ну, не важно. Короче, вот все мои фенечки, которые у меня есть перед вами. Хочу пожелать удачи вам в школьном году. Завтра уже школа. Это плохо, очень плохо. Плакать хочется просто. Ну, а все-таки вам удачи. Спасибо большое, что досмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. И если вам оно действительно понравилось, то ставьте пальчики вверх. Спасибо большое вам за просмотр. И подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои видео и хотите вы смотреть еще. Все, всем удачи, всем пока.